Здравствуйте, в этом видео будем редактировать ISO файл Windows, точнее добавим нужный файл прямо внутрь ISO образа. После чего снова соберем ISO. Приступаем. Все о чем расскажу в видео работает со всеми современными образами Windows 11, Windows 10, 7 и 8.1. В предыдущем видео я показал, как скачать ISO в Windows 10. Видео найдете в описании сегодняшнего ролика под номером 2. Чуть раньше я рассказывал, как решить проблему установки Windows Pro. Часто у пользователя не появляется окно выбора Pro и других версий при чистой установке. Там я показал, как добавить простой файл прямо на установочную флешку. Сегодня для установки Windows многие используют мультизагрузочные флешки. Например, флешки, созданные в программе винтой. На такую флешку ISO файл просто копируется целиком. В этом случае способ, описанный мной, не работает. Можно ли решить такую проблему? Давайте попробуем. Мы добавим нужный файл прямо внутрь ISO образа. ISO образы лежат у меня на рабочем столе. Если у вас пока их нет, скачайте. Сначала я создам тот самый файл, который буду добавлять в образ. Он точно такой же, как я показывал в видео, о котором упомянул. Создаю текстовый документ прямо на рабочем столе. Наверняка, если вы что-то самостоятельно настраиваете на компьютере, у вас включена видимость расширений файлов. Если текстовый документ имеет такое название без расширения .txt, значит расширения скрыты. Рекомендую сделать их видимыми. Это можно сделать разными способами. Наиболее универсальный. Открываю проводник. В меню нажимаю файл. Выбираю изменить параметры папок и поиска. Здесь перехожу на вкладку вид. Опускаюсь в самый низ. Снимаю галочку с пункта скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов. Нажимаю ОК. Закрываю. Теперь у имени текстового документа и других файлов расширения будут видны. Открываю Документ и ввожу текст. В первой строке в квадратных скобках Edition ID. Во второй снова в квадратных скобках Channel. И в третьей строке без скобок Retail. Уже говорил повторю еще раз. Большие и маленькие буквы не играют роли. Печатайте как удобно вам. Главное без ошибок. Это весь текст. Теперь осталось правильно сохранить файл. В меню блокнота нажимаю файл. Выбираю сохранить как. Сохраню здесь же на рабочем столе. Сначала проверяем кодировку. Нажимаю на список. Если кодировка у вас отличается, она не UTF-8, то выбирайте вот этот вариант UTF-8. Просто без спецификаций. Теперь нажимаю в поле тип файла и выбираю все файлы. Осталось ввести правильное имя файла. Чтобы выделить старое имя, можно кликнуть здесь. Теперь ввожу именно так, без ошибок. Нажимаю сохранить. Внимательно посмотрите на расширение получившегося файла. После точки должны быть только три буквы. CFG. Никаких двойных расширений быть не должно. Иначе это не будет работать. Файл готов. Текстовый документ можно удалить. Теперь нужно этот файл внедрить в ВИСО образ. Для этого понадобится редактор ИСО. Бывалые пользователи скажут. Скачаем Ultra-ИСО Deloft. Конечно, если у вас есть эта популярная программка, можно использовать ее. Остальным предлагаю посмотреть на очень неплохой бесплатный аналог AnyBurn. Линк на официальный сайт программы есть в описании. Под номером 1. Нажимаю. Программа полностью бесплатна. Она на русском языке поддерживает все современные версии Windows. Обновление вышло совсем недавно. Здесь можно скачать стандартный установщик для обеих разрядностей. Кроме того, можно скачать портативную версию. Она не требует установки и работает из папки. Я так и сделаю. Нажимаю вот сюда. Архив скачался. Это обычный ZIP. Проверю разрядность системы. 32-разрядная сегодня встречается довольно редко. Здесь X64. Можно сделать так. Открываю загрузки. Делаю двойной клик на архиве. И папку с нужной разрядностью перетаскиваю, например на рабочий стол. Запускаю программу этим экзешником. Если программа запустилась не на русском, а вы предпочитаете его, то можно поменять язык. Нажимаю настройки. Навожу на язык. Здесь можно выбрать любой из имеющихся. Кнопок здесь довольно много. Мне нужно вот это. Изменить содержимое файла образа. Нажимаю. Здесь указываю программе, какой файл нужно отредактировать. Для этого нажимаю на папку. ISO может лежать в любой папке. В области навигации я выбираю рабочий стол. Он у меня лежит именно здесь. У меня здесь два образа. Отредактирую этот. Выделяю его. И нажимаю открыть. Здесь нажимаю далее. Вот на эти уведомления внизу внимания не обращаем. ISO образ открыт в программе. В левой части окна метка образа и папки которые есть в нем. В правой части все папки и файлы которые есть в образе. Напомню, что файл который я создал нужно положить в папку sources. Просто кликаю по ней. Папка отобразилась в правой части окна. Здесь несколько папок и довольно много файлов. Мне нужно положить мой файл рядом с этими файлами. Сделать это можно разными способами. Например, используя специальную кнопку. Нажимаю. Открылся рабочий стол. Если файл лежит у вас в другом месте, то можно поискать его в этом выпадающем списке. После того как нашли, выделяйте файл. И нажимайте добавить. Файл будет скопирован в нужную папку. Я не буду нажимать, а покажу второй способ. Если файл виден вам, то можно просто прижать его и перетащить в это окно. Внимание! Перетаскивайте не на папку, иначе файл скопируется внутрь, а рядом с файлами. Например, вот сюда. Отпускаю левую клавишу. Файл скопирован. Можно проверить, на месте ли он. Да, вот он. И расширение у файла правильное. Я добавил нужный мне файл в ISO. Теперь нужно сохранить ISO. Нажимаю Далее. Если сохранить без изменения, имя будет конфликтовать с тем ISO, который уже есть на рабочем столе. Я добавлю перед именем файла, после десктоп, обратный слэш, буквы май. Можно добавить цифры или любые другие буквы. Теперь я не перепутаю файл с теми, что скачано с сайта. Больше ничего не трогаю. Нажимаю Создать. Новый измененный ISO сохраняется. Готово. Жму выход. Я добавил нужный файл в ISO. Теперь у меня их стало два. Один стандартный, скачанный с сайта Microsoft. Второй измененный мной. Цель видео достигнута. Если хотите посмотреть, как будет работать отредактированный ISO на практике, поддержите это видео своими бодрыми лайками и комментами. Поделитесь видео с друзьями. Возможно оно им будет полезно. Портативная программка Anyburn, которую я скачал, может работать не только из папки на компьютере. Папку с программой можно положить на флешку и запускать прямо с нее. Anyburn кроме редактирования ISO умеет еще много чего. Это хорошая альтернатива Ultra ISO и другим платным программам, работающим с образами. Если хотите, чтобы я рассмотрел некоторые другие возможности программы, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Если оно было полезно, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Если еще не подписаны, чтобы не пропустить следующий ролик. Возможно это видео пригодится вашим друзьям, близким. Поделитесь с ними, пожалуйста. Всем зрителям желаю здоровья. Меня зовут Евгений Юртаев. До встречи.